Вдвоём с утомившимся телом Они темнеют, заметно темнеют Ну что же, Господь сохрани Имущества нет никакого Всё было у нас на прокат И верой, и мыслей, и слова, и радости Всё это снова сдаём, возвращаем на склад Настала печаль расставания Окутала нас, как туман Так жаль удаляться в изгнание Продлить бы, продлить бы свидание Так грустно Гуси и караван плывёт по вечернему небу Они-то вернутся весной, а мы навсегда Кто бы ни был владелец, хозяин Постой, постой, ну порадуй отсрочкой Позволь нам ещё погостить И мне, и моей оболочке Чего ты не можешь простить Вели себя вроде прилично Причин наказания нет Смотри, состояние отличном Набор благодати и бед Мы даже ещё прикопили Картин и немного стихов Гостями не худшими были Ты знаешь, не всякий таков Бывают такие нахалы Ну мне ли тебе говорить Бывают такие скандалы Так что не спеши свои залы Для наших шагов затворить Сегодня у вас новоселье Гирлянды спустились с террас Готовится праздник, веселье Для тех, кто придёт после нас Но думаю, взглядом несмелым Ты будешь искать меж гостей Меня с утомившимся телом Седым пепелищем страстей И если ты нас не увидишь Ты станешь задумчив, печален Из залов сияющих выйдешь Как будто из тёмных развалин И в поле на пыльной дороге Догонишь, упросишь вернуться Без нас сиротливой чертоги Несла от коваренья на блюдце Мелодий нету у скрипки И роза не пахнет бокалем Ухмылками стали улыбки И звёзды на землю упали Вернёмся, какие протесты Вернёмся, чего не бывает Вернёмся, как из-под ареста И звёзды вернутся на место И скрипка опять заиграет Здравствуйте! Я Акритос Альбина Георгиевна, художник Родилась в 1934 году в городе Москве Папа у меня грек Это он Акритос Мама казачка, русская И её фамилия Сюмак Она с Северного Кавказа Они все с Северного Кавказа Дед грек приехал сюда на заработки В 1900 году Со своими четырьмя сыновьями А пятый, мой отец младший Родился уже здесь Они жили в селе Дубово, Балковское Это греческое село на Северном Кавказе Дед строил мосты Каменщиком Небогатое было семейство Отец вырос и стал комсомольским вождём На Северном Кавказе у них была ячейка Они очень серьёзно к этому относились Блюли честь рядов И исключали всех, которые недостаточно подходили Для комсомольского статуса Теперь мама У мамы отец, мой дед, был казак Белоказак Он служил в охране в Петергофе В охране царя Потом, когда он отслужил Он поехал тоже на Северный Кавказ В село Терновское И стал там урядником Он был хороший Его все любили Когда началась революция Он как-то умел приютить и тех, и других И когда уже подошли совсем красные То бабушка вспоминала Они всю ночь с двумя друзьями Пили и решали, с кем идти Всё же ушли с белыми Ушли с белыми И он умер от Тифа в Крыму Мама была его любимицей Младшая дочь в семье Она очень переживала, когда он погиб Но она рвалась к учению Её сперва отдали В рядом Бывший женский монастырь Учиться Изобразительному искусству Иконописи, естественно Это ещё перед революцией Она уже дошла до того Что тёрла краски И что-то там рисовала И тут грянула революция Значит, мама вступила в комсомол Она хорошо училась Была там в магазине Работала всё И в это время с ревизией Нагрянули комсомольцы На велосипедах В кожаных фуражках С пистолетами И главный у них был Георгий Фёдорович Акритос Он красивый был Грек Узнав, что комсомолка Дочь урядника Он её тут же выкинул из комсомола Мама так рыдала Так плакала Так переживала Но это не помешало ей подготовиться И уехать в Москву И поступить в институт Стали Имени Сталина Был тогда такой В тот же институт Как ни странно После длительного Участия на рабфаке Поступил мой дед Ой, мой дед Мой отец В институте они с мамой Познакомились Влюбились Поженились В общежитии В общежитии родилась я Я это Вот как ни странно Я кое-что оттуда помню Отец был чуть старше И когда он уже закончил институт Он и в институте был вожаком Так он и всю жизнь Когда был партийный Тоже был таким руководителем Ага И он когда закончил институт Его вызвали на Лубянку И предложили стать стукачом Он так испугался Что тут же подал свои документы В институт Востоковедения И его закончил Он знал пять языков И арабский И турецкий И греческий На греческом, кстати, у него в семье говорили Ну, естественно, русский Вот это персия и так далее И его после этого Взяли в армию И в сороковом году Направили в Закавказский военный округ Таким образом Мы в сороковом перед войной Попали в Тбилиси Где я прошла последний курс детского сада А потом закончила Тбилисскую среднюю женскую школу Номер 39 На Авлабаре Это такой район замечательный В Тбилиси Вот Были мы одни девчонки В школе Хулиганили по-чёрному Почему? Почему? Не знаю У нас такой класс был Но закончили почти все с медалями И я в том числе И с детства И от мамы И папа тоже любил рисовать Я очень любила рисовать У меня все книги, все тетради Всё было изрисовано Ну, училась хорошо Вот кончила с медалью И у меня не было даже другой мысли Только художественный институт А в художественный институт поступали после художественной школы Или после училища Московское своё детство До шести лет Я совершенно не помню Помню, что общежитие Помню, что комната Фотографии видела Приезжала там моя бабушка И мне покупали такого шоколадного зайца Я его съедала А больше я ничего не помню Мама работала в лаборатории на заводе А отец вот учился в институте востоковедения Меня очень любили, но не баловали В детский сад в Москве я не ходила И только пошла, когда мы приехали в Тбилиси А вот в Тбилиси... А дорогу помните, как вы ехали? Нет В Тбилиси я помню прекрасно С вокзала мы ехали в Фаэтоне Вот это вот с такими покрышками И я удивлялась, было лето А все дамы, эти грузинки Были с длинными рукавами в черных чулках И так дальше Я говорю, им же жарко Нет, не раздевались Вот так и ходили А потом грянула война А, ну да, я пошла в детский сад В детском саду я тоже все время рисовала И очень плохо ела Меня все время заставляли За маму, за папу За Сталина, за Ленина Ничего не помогала Я была очень капризная Ага И потом грянула война Война как-то коснулась взрослых А как она грянула? Первую секунду как вы узнали? Я не помню как Конечно, через радио и через взрослых Нет, я этого не помню Я помню, что сразу жизнь переменилась Хотя для нас, детей, не так уж сильно Мы по-прежнему ходили в школу Но начали приходить какие-то письма Всех мужчин забрали на фронт И мой отец от звонка до звонка провоевал Вот И жизнь стала напряженная Стали карточки Стали очереди за хлебом И мама меня посылала Я стояла в очереди долго Потом нам давали по 300 грамм И мы его, значит, съедали Потом у приезжих Утро начиналось Был военный городок Дома из серого армянского туфа И мы, значит, на первом этаже И вот утро начиналось Во двор приезжали на осликах Грузины из деревень И кричали Мацони молоко! Мацони молоко! Выходили, покупали у них мацони молоко На тот денежный На то денежное пособие Которое давали семьям военнослужащих Потом приходил точить ножи-ножницы Точить ножи-ножницы Выходили, точили А потом приходил наш любимый Бады-буды на бутылку Бады-буды на бутылку Бады-буды – это кукуруза на сковороде Она лопается И они ее сахарным сиропом Делали такие шары А мы выносили пустые бутылки Получали эти бады-буды И с удовольствием их ели Во дворе мы играли в волейбол Штандар – это подкидываешь И, значит, кричишь, кому ловить И все разбегаются Кто-то должен поймать и в кого-то кинуть И попасть В общем, мы как-то войну не ощущали Как бедствие, пока не начали погибать Родители Подруг Друзей Приходили раненые Нет, у нас-то Это Я знаю у моей подруги Я пришла к ней И я помню, что я смотрела в большое зеркало А она сзади стояла и плакала Вот эту Такую мизанцину я помню Я не знала, как ее утешить А дружба у нас сохранялась И как-то наши матери помогали друг другу Вот мы недавно как раз вспоминали У одной Муж не ушел на фронт Он был большой мастер по ремонту машин Ему дали бронь И он остался И вот он ездил в Азербайджан И туда, и туда, и туда И охотился на джейранов Такие козлы Привозил мясо И она помогала всем своим подругам Нам в том числе Голодно было Мацони молоко И, значит, 300 грамм хлеба И все хорошо, замечательно А в школе мы хулиганили Мы, например, брали провод электрический И когда выходили отвечать У нас была математичка Мы ее не любили Кто-то стоял так тихо к ней Притрагивался А другой другим проводом Ее начинало трясти Вот такие мы были наглые Потом сочиняли песенки всякие У нас творческий был коллектив У меня даже сейчас есть они написанные В те времена И нас вызывали на педсовет И мы и на это сочиняли смешные песенки Ну, такие были неуиновающие Вот Это был Авлабар Такой старинный район Где жили в основном армяне Там стояла Метехи Старинный этот самый замок И армяне все время спорили Что этот район самый старый И что Тбилиси основали армяне А грузины говорили Нет, мы И вот так вот А мы ходили на рынок Войдешь на рынок Такой запах этих овощей Трав всего И персики Такие персики Мы брали не каждые Они такие пушистые Вот их так они брали И вот так причесывали Вот которые причесали Мы их брали Очень вкусные Ага Вот так прошло мое детство У нас было 11 классов Очень плохо Я учила грузинский язык Хотя я грузинский знаю Но в пределах рынка Райс вошли И так далее Сколько стоят яблоки И так далее И так далее Потому что у нас была странная учительница Она нам давала тексты без перевода И мы зубрили Я до сих пор помню большие тексты Понимаете? И мой особенно любимый Я даже его читала Моему дорогому президенту Который грузин Теперь перевод Значит Идут два быка С поля На роге одного быка Сидит муха Навстречу летит другая муха И эта другая спрашивает Ты откуда, подруга? А эта, которая сидит на роге Говорит А мы пахали Класс Ага И вот так вот мы, значит, закончили школу Почти все с медалями Что меня спасло При поступлении Я не сдавала предметы Медаль была И в Тбилиси считалось У меня был У нас был сосед Который преподавал В Тбилисской академии И он же преподавал Чтобы заработать у нас В школе рисования Он очень был в восторге От моих работ И говорил Давай мы тебя Прямо на второй курс В Тбилисскую академию Прием Я сказала Нет, в Тбилисскую я не хочу Я в Московскую Ага И они думали Что я сразу поступлю Я приехала в Москву А здесь все подготовлены Или из училища Или из школы Грамотные Я рисовать умела Грамотно У меня был там Классный педагог Василий Иванович Шухаев Его работы сейчас В Третьяковке висят Он известный Он тоже очень меня любил Он вел кружок Для военнослужащих И их семей У меня до сих пор Есть рисунки Мама сохранила Им поправленные Или же сделанные Под его руководством Вот такие классные рисунки Я рисовать умела А насчет живописи Я была абсолютно невинна Я не знала вообще Что это такое Брала краску и мазала И меня естественно Не приняли Не приняли Я вернулась в Белиси Поступила вольнослушателем В училище художественное Год готовилась Поехала второй раз Меня опять не приняли Вот какое-то было Нахальство иметь Но второй раз Я поступала уже в Питере И там был ректор Орешников Виктор Михайлович И он меня вызвал И сказал Вы человек очень способный Но плохо подготовленный Оставайтесь в Питере Я вас посажу Вольнослушателем На третий курс И вы прекрасно подготовитесь Так я и сделала И на следующий год Я спокойно В первых номерах Прошла И началась учеба Прекраснейшее И в то же время Напряженное время Вернусь немножко В свое детство У нас был Кинотеатр Исани В Авлабарском районе И мы со всех уроков Сбегали на Тарзана Привозили Тарзана Многочисленные серии И нам было Это уже было После конца войны А конец войны Я помню Что все очень радовались И кто-то Чтобы отпраздновать Сбросил с пятого этажа Корыто Чтоб оно грохотало Оно упало плоско И все были страшно Разочарованы А так Все, конечно Радовались Смеялись Пели Веселились А мы как-то Спокойно Дети Относились К этому делу И радовались Только когда Возвращались с войны Наши, конечно Родные Отец После Войны Советскими войсками Был в Иране И вместо того Чтобы как все остальные Привозили Всякие цацки Тряпки И все такое Он привез мне Альбом марок До сих пор Они у меня есть Великолепные марки Иранские С этими шахами Шахинями Все Мама смеялась Говорит Вот все привозят Какие-то материальные ценности А он привез марки Хорошо Такой был Да Но мама тоже такая была И очень даже Все было нормально Еще привез малярию Я помню Мы окна завешивали Чтобы ему Нужно было Темноту сделать Лечили его Хинами всякими Вылечили Вот жили мы В коммуналке В этом военном городке Соседи у нас были хорошие Жили мы Как одна семья Все праздники Встречали на кухне Была большая плита На ней стояли Керосинки А женские семьи были? Нет Военный городок Все русские были Русские И у нас были еще Украинцы Весь городок Вот эти дома Пятиэтажки Они Такой Круглый двор Получался И там же Жила первая жена Акуджавы Я это только потом узнала Он приходил туда навещать Сына По-моему Ну тогда мы еще его не знали Это потом он уже мне рассказал Это была улица Шаумяна И улица Кабарецкая И там была Подпольная типография Сталина Называлась Это был такой небольшой музейчик Говорили Что Иосиф Исарионович Чтобы печатать Какую-то нелегальную литературу Спускался В колодец И мы спускались На половине колодца Был ход Это есть Это было Во всяком случае Может сейчас уже нет И там стояли Печатные станки И все такое Вот так это все было спрятано А Туда же мы ходили Прятаться от бомбежек Бомбежки были небольшие Но все же были И я помню Как мы шли в школу И вдруг это Специфический звук был В фашистских самолетах Такой У-у-у-у-у, наши так не звучали. Мы сразу бежали в подворотни. В подворотни стояли пожилые армянки и рвали на себе волосы. Это я помню. И потом мы ещё ходили в баню Гоги-Лоу. Баня Гоги-Лоу в армянском районе Авлабари. Там вода серная из горы текла. Она пахла плохо, но была очень полезная. Тёрщики, тёрщицы и вот эти же армянки, они могли с утра до ночи чесать свои длинные волосы и сплетничать. Это было замечательно. В шеи вычесывали? Нет. А вообще во время войны у нас и в шеи были. Были, были. Керосином выводили. Вот так намажут керосином, что-нибудь наденут, а они сюда начинают выползать. Ну, ничего. Это война. Ага. И, значит, ходили мы в баню Гоги-Лоу, а мы с моей подружкой были очень розовые и толстые. Я была толстая, да. И ребята, приятели наши, смеялись. Говорят, когда Альбина идёт по влабару, армяне делают так. А мы были такие, платки надевали, ходили в баню. Вот. Вот такое было у меня детство. Я не скажу, что я очень страдала от войны. Какое-то у нас было состояние. Наверное, это детство. Потому мы не осознавали. Осознавали, когда происходили потери. Но это, к счастью, было не так часто. Вот у нас в коммуналке нашей никто не погиб. Все вернулись. Отец наш только с малярией. А так всё было ничего. И вот началось послевоенное, голодное, карточное. И я начала... Меня сперва отдали на музыку. Музыку я бросила. Хотя у меня был и хороший слух, и много надежд, и всё. Но не хотелось. Я хотела рисовать. И меня дали в кружок к Василию Ивановичу Шухаеву. А он меня очень полюбил. И домой к себе брал, и всё такое. Я про Яковлева рассказывала. Про кого? Яковлева. Друга своего. А, может быть. У него была подруга. Он меня к ней водил. Я забыла её фамилию. Известная грузинская художница. У него над столом висел портрет Шаляпина, сделанный им с натуры в Париже. А вообще у него биография была «Будь здоров». Он же был питерец. А после революции, за то, что он по заграницам шастал, его выслали, ему предложили на выбор, кроме столиц. И он выбрал Тбилиси. Так что мне просто повезло. Он преподавал в Академии. Рисовал он классно. Помню, была его выставка. И там были прямо в рост нарисованные белогвардейцы. Ай, какие рисунки. Он, рисовальщик, был великолепный. Белогвардейц? В каком году выставал Белогвардейц? После войны уже. Но это рисунки. Выставка была в каком-то подвале. А рисунки были, я помню, я была в восторге. Ну, все были в восторге. Ничего особенного. Просто офицеры царской армии. Но нарисованы как. А живопись его мне и тогда не нравилась, и сейчас не нравится. То есть я считала, что живопись меня учил потом Борис Сергеевич Угаров, Иогонсон, Орешников, Мыльников. Вот от них уже в институте я поняла, что такое живопись. А что отец рассказывал про войну, про свою жизнь? Про войну он был в Керчи. Он рассказывал, как они переправлялись через залив на каких-то шкафах, на дверях, на всем, чтобы не погибнуть. Вот. Он ничего особенного про войну не рассказывал. Может быть, я не помню. Нет, пожалуй, он ничего не рассказывал. И тяжёлое было время. И пытались они как-то всё же выжить. И вот выжили. Вообще я скажу, что в Грузии не очень много погибли. Отец потом приезжал как-то с мобилизационной комиссией и говорил, что немного было из призывников по национальности грузин. У нас же... А, это не надо. Ага. Вот. Отец вернулся после войны и стал... Хотите сказать, что грузин мало призывали на войну, да? Нет. Призывали много. Например, мы с мамой, когда очень было голодно, ездили в деревню Архилоу. Это далеко на юге Грузии. На лето. Мама работала в поле, чтобы заработать на зиму кукурузную муку, всякие там масла и всё такое. Своим трудом. А я была ещё маленькая, я помню, я собирала колоски. Дети там этим занимались. Вот это я помню прекрасно. У нас была хозяйка Бабали. Она пекла дивные пироги с лебедой. Я до сих пор помню. Это было чудо. Потом у неё были куры и маленькие цыплята. Вот я всё время с этими цыплятами забавлялась. И вот несколько лет мы ездили на заработки, на попутных машинах. И когда мы ехали... 41-й, 42-й, 43-й годы. Да, да, да. Потому что отцовского этого аттестата не хватало. Я помню, мама денег на занимает, а когда отдавать, сидит и плачет. Всё отдаст, и денег опять нет. Опять надо занимать. Ну, тяжело. У всех было тяжёлое время. Вот. Хорошо, что нас не бомбили. Бомбили очень редко, и я даже не помню, чтобы кто-то пострадал от бомбёжки. Где-то они за городом падали. Мы жили в районе, где недалеко было кладбище, вот туда за кладбищем. И Тбилисское море. Сперва это было просто небольшое озеро. Сделали Тбилисское море туда. Направили реки. И стало изумительно. И мы туда всё время ходили купаться. Через горы перейдёшь, и там Тбилисское море. Говорили... Ну, много чего говорили. Ну, говорите, говорите. Подсказывайте. Там тонули люди. И потом эти местные обслуживающие говорили, вот заплатите нам, мы найдём вашего утопленника. И стали ходить слухи, что они сами подплывают. Человек плывёт, они его топят, положат, камень привяжут, а потом берут деньги и находят. Вот такие были истории. Хорошие истории. Вот. Ну, а потом я, значит, два года поступала, на третий поступила, и началась учёба. Жила я в общежитии. В комнате нас было 11 человек. Мы до сих пор дружим. Когда я первый раз, 1 октября занятия начинались... Подождите, вы не торопитесь. Всё-таки расскажите про детство. Мы успеем. Так, обратно детство. Обратно детство. Обратно мы вернулись в детство. Хорошее у меня было детство. В волейбол я так и не научилась играть. В Тбилиси, это самого... Коньки лыжи не действовали, там снега не было. Но когда выпадал снег, это был такой праздник, мы все начинали лепить снежки и друг друга лупить. Это было просто замечательно. А мальчишки за вами ухаживали? Да. У нас были вечера. У нас была мужская школа рядом, 25-я. И наша 39-я. И мы их приглашали к нам, а они нас приглашали к себе. Они даже джаз организовали. А наша директриса очень строго говорила, вы хотите, чтобы ваши женихи пришли? Какие женихи! Мы очень хорошо дружили с ребятами. Из 25-й школы. На велосипедах катались вместе. Хорошо время проводили. Ухаживали. Нет, мы как-то не увлекались вот этим лирикой. Ухаживанием все такое. Хотя периодически в кого-то влюблялись. В волейбол играли. И там был один волейболист, который замечательный. Ужасно он нам всем нравился. Грузин? Нет. У нас школа была русская. Мы грузинский только изучали. А как грузины к вам относились? К русским, которые там были? А вы знаете, хорошо относились. Только когда началась война, и туда начали приезжать русские женщины, совершенно нищие из вот этих оккупированных районов, то их просто покупали за буханку хлеба. И они становились любовницами этих замечательных, уже немногих, но богатых людей. И они первые привезли вот эту возможность оголить ноги, оголить руки. Жара дикая. И грузинки тоже начали снимать черные чулки, рукава резать. Но когда приехали первые русские женщины и стали в сарафанах ходить, грузины обалдели. И сразу началось такое лирическое наступление на этих русских женщин. Мужики воевали, их не ахать. Да. Женщин покупали. Да, да, да. Это было. Это нехорошо было, но это мы все знали, это было. Но, тем не менее, Белиси был какой-то безопасный город. Мы могли гулять подростки, девчонки, мальчишки, до поздней ночи, и родители никогда не беспокоились. Потому что никаких этих самых... Разговоры о диверсантах были какие-нибудь? Нет, никаких диверсантов у нас не было. А дезертиры были по лесам? Нет, никого такого у нас не было. А вот когда мы приезжали в этот колхоз, то там у председателя убили троих сыновей. У всех этих начальников просто им невозможно было. Отвертеться. Они были на виду. Их родные и дети, и братья там шли на фронт и погибали. Вот это я запомнила. Что у председателя убили, там у других начальников все они. Ну, так же вот как у Фаворского тоже убили. А вот в самом Тбилиси там как-то все было немножко иначе. Отец приезжал с мобилизационной комиссии, говорил, ну все есть. Всех, это самое, армяне, азербайджанцы, евреи, русские, все-все-все. Как грузин, так бронь. Ну, Сталин был. Хотя, в общем, Сталин там тоже свирепствовал. Там же почти всех интеллигентов посадили за национализм в 20-е годы. Это тоже было. Мы маленькие были, до нас так слегка доходило, нам никто ничего не рассказывал. Но я считаю, что детство у меня было интересное и, может быть, даже счастливое. Мы выходили во двор и начинали играть. Играли мы во все игры. От волейбола до штандера и это, кочи-кочи-кочи-кочи. Ногой подкидывать этот самый. А, еще кости, вот, большие такие кидали. А вот воры были там, воровали что-нибудь? Вообще, вот криминальная ситуация какая была? А не было никакой. Я ее первый раз здесь узнала, в России. Я вам говорю, что мы ходили, могли ходить ночь за полночь и никогда мысли никакой не было, что на нас кто-то нападет или что-то такое. Хотя, в общем, руки распускать там любили. В переполненный трамвай я не рисковала влезть, потому что я была толстая, и меня сразу начинали щипать. Я носила вот так ключ в руке и сразу начинала драться. Один раз был такой случай. Это самое. Я вот так держалась за эту и слышу по руке вот так. Оказывается, у меня сняли часы и ремешок вот так. Я вот так посырела, говорю, отдайте. Он мне в руку положил часы. Вот это я запомнила. Трамвай вообще было, это чудо. Вообще, есть такое понятие грузинский вор. А вот там вот оно как бы... Нет, наверное, это было везде, потому что мы не ассоциировали это именно с Грузией. В Ростове было еще, наверное, больше. А-а-а, мы еще в Ростове жили. Еще когда я маленькая была, то у мамы там была сестра, и мы к ней уезжали, и целый год мы жили до войны. Вот это... И вы помните, да, Ростов? Расскажите про Ростов. Да. Ростов-на-Дону. И там у меня был старший брат Игорь, двоюродный. Я очень гордилась и говорила, мой брат в третьем классе. Вот. И ходили на этот Дон купаться, меня не брали. Я тогда, значит, это сам, закатывала истерики. Решили, что я вот такая, в общем, скандальная. Я не была скандальной, просто купаться хотелось, было жарко. Там мы прожили целый год. Потом вернулись... А, это как раз было вот из Тбилиси. Потом вернулись обратно в Тбилиси. Даже хорошо не помню. Но, кажется, это было до войны. Да, конечно, до войны. Был у нас дядя Федя. Муж маминой сестрён. К нам приезжал в Тбилиси. Он был морской офицер. Это было очень красиво. И какой-то он был очень хороший. Я его до сих пор помню. Вот. И моя бабушка жила в Пятигорске. И каждое лето, ещё в школе в Тбилиси, я брала свою подругу Женьку, и мы ехали к бабушке в Пятигорск. Там был парк, мы ходили на танцы. И у бабушки была такая двухэтажная квартира. Внизу была кухня, вверху была комната. Развлекались, шалили, дурака валяли. И там же мне рассказали, что когда мой отец ещё не был комсомольцем, он был беспризорником. И он на поездах шлялся в Среднюю Азию и так далее, и так далее. Его звали Георгий, а в просторечии Жорко. Старший брат его дразнил. Жорко Белый глаз. Старший брат Гомер, Гомер Палыч. Я его звала дядя Мирон. Славный такой был. И вот этот Гомер в Пятигорске идёт по улице и видит, что его младший брат Жорко с другими беспризорниками играет в пристеночек. Это деньгу кидали на тротуар. Он его взял за шиворот и увёл. И устроил помощником в хлебопекарню. После этого все беспризорники были обеспечены хлебом. Но это отец ещё был маленький. И после этого он пошёл на рафак, после этого он пошёл в институт, после этого он маму выгнал из комсомола. Это уже потом было. А как оказался беспризорниками? История умалчивает? Нет. Не умалчивает. Мой дед умер довольно рано. И бабушке с таким семейством было просто их не прокормить. И как принято у греков, отца отдали в зажиточную греческую семью. Он маленький был, самый младший. Чтобы там он мог жить, питаться и всё. Но у него был такой характер. Он убежал оттуда. И стал беспризорником. Вот такая была история. Очень похожая была история у мамы. Тоже была казачка, будь здоров. Тоже, когда погиб дед, бабушка без профессии, детей пять штук. Она мою маму и её брата вот так же устроили к родным в семью. Эти два самостийника тут же удрали и пошли домой пешком. Это очень далеко. В дороге дядя Серафим, мой любимый дядя, заболел испанкой. Это, скорее всего, был вирусный грипп какой-нибудь. Мама говорит, что он лежал на траве у дороги и просто умирал. Ну, как-то всё же вышел, пришёл. Пришли они обратно к бабушке. И все стали вместе нищенствовать, пока вот мама стала в магазине работать. А какие годы? Это тоже перед войной. Не перед войной, уже после революции, но до войны. 50-е годы, да? Годы точно вспомнить не могу, но вот такая-то... Дядю Серафима я знала и очень любила. Он потом поселился на Северном Кавказе в ауле Сары-Тюз, когда Сталин оттуда выселил всё местное население. И все дома продавались. Он купил... Да, это было. Чеченцев он выселил. Их увезли в Казахстан. А почему? Ну, они ему чем-то не понравились. А, как же! Они ждали немцев. Они не хотели советскую власть. Они ждали, что придут немцы и, наконец, их освободят от этого режима. И после войны Сталин их всех погрузил в товарники и в Казахстан. А это вот аул Старый Тюз освободился, и там продавались дома. И мой дядя Серафим купил этот дом. И вот уже будучи в институте, я к нему каждое лето с подружкой ездил отдыхать. Он такой был замечательный. Он разводил пчел. Причем к пчелам относился как-то ужасно трогательно. Он мог рассказывать о них часами. У него мы спали на... С подругой насеновали, а внизу две коровы дышали, ели сено. Потом мы лежали в саду под веткой, под абрикосами. И когда абрикосы даже падали спелые, нам лень было протянуть руку. Жена у него была, тетя Настя, украинка. И она готовила обалденно. Эти борщи украинские. Еще у него были большие индюки. Мы их все время дразнили и кормили всякой травой. Они так говорили, замечательные были. Они так садились на забор, сидели. Мы очень любили с ними заниматься. И еще там я скакала на лошадях. Там уже начали в то время возвращаться некоторые чеченцы. И вот дядя Серафим рассказывал, как мы приехали летом. Он говорит, вот в эту вот сейчас возвращались. Приехали бывшие владельцы того дома, который он купил. Они подъехали всей семьей в этой нателеге, остановились напротив своего бывшего дома и стоят. А дядя Серафим, он очень хороший был. Он вышел и говорит, ну, говорит, слезайте, я вам дам кусок сада, стройте дом, а сами покажут, видите, у нас на веранде. И так и было. Поэтому, когда мы приехали, к нам очень хорошо там относились. И к дяде Серафиму. Он был большой мастер по машинам, шофер был. На фронт его хотели взять, но он взял и отрубил себе палец на руке, чтобы только не ходить и не воевать. И его в штрафбат. Он так, штрафником, и прошел всю войну. Как штрафником? Это же страшный штрафником. Ну, а что делать? Он думал, что его просто не возьмут, а его запихали в штрафной батальон. Так он и прошел. Остался жив. Он, потому что он был классный шофер, он возил там начальство. И чинил машины. Он их чувствовал. К нему приходил, говорит, сделай мне гудок вот такой-то. И он все умел. Его местные вот эти чечены сильно любили и уважали. И вот они дали нам лошадь, и я на этой лошади, у меня фотографии есть. Я как в мешок сижу. Я ездила на Кубань купаться на лошади. В шее набралась. Потом мы туда ездили даже с моим сыном. А он с этими чеченами ездил в ночное на лошадях. Вот уж он набрался там. Ай-яй-яй. Это все у дяди Серафима. Это было счастливейшее время. Я его очень любила. Моя двоюродная сестра называла его Дет Керосин. Не знаю, почему так. Любя. Собака у него была, батяшка, все время с нами бегала. И он нас возил в Домбай. Это красивейшее место. Домбай. Это Домбайская долина. Там зимой лыжи, а летом просто красота несусветная. Я там писала. Уже там я писала. У меня даже сейчас этюды сохранились. Это улица. Это Домбай. И оттуда был виден Эльбрус. Из вот этого Саратюза. В общем, тоже своя поэзия. А дорогу вот эту, которая там проходила, Тетя Настя называла Прохвиль. Прохвиль. Пошли на Прохвиль. Вот такая была большая украинка. Я помню, когда мы приехали с моей подружкой, две студентки. У нас был один большой чемодан. Тогда только чемоданы были. Мы его вот так вдвоем. А нас одной, а с другой стороны тащили. Тетя Настя нас встретила вот так легко, как перышком. Взяла его и понесла. Совершенно спокойно. Вот такая была замечательная история Сары Тюнса. До сих пор какие-то этюды у меня есть. Да. Именно осколочек. Осколочек, осколочек. Жили мы сперва на пятом этаже в военном городке. И во время войны не шла вода, не грелись батареи. И пятый этаж. Мама все время ведрами таскала воду наверх. Посредине комнаты стояла керосинка. Возле керосинки у нас грелась мышь. Всегда я ее очень берегла. И мы грелись около этой керосинки. Потом мы печку-буржуйку поставили. Вывели трубу в окошко. Грелись уже возле печки. Где-то таскали дрова, уголь. Все эти прелести военного времени там мы пережили. Но особенно я помню, что маме очень трудно было, там высокие были этажи, эти дома старые, таскать это ведрами в воду. Я носила в чайнике, я еще маленькая была. И это мы все пережили. Мама говорила, что вот тогда она и загубила сердце. А она, чтобы нам прожить на этих самых таких зажиточных грузин, что-то им вышивала, что-то шила, что-то рисовала. У меня до сих пор некоторые ее рисунки есть. Срисовывала с открыток. У меня, наверное, от нее вот эта любовь к рисованию. Ну и от папы тоже. Он тоже на заседаниях сидел, всегда какую-то чушь чертил. Сейчас у меня это тоже есть. Так интересно. И потом, измучившись уже совсем, поменяли на первый этаж. Но это все были коммуналки. Тогда об отдельных квартирах речь не шла. Коммуналки. Теперь уже был первый этаж. Можно было в окно разговаривать со своими подругами и друзьями. Они орали, выходи играть. Я выходила играть. Или же в школу шли мимо наших окон. Альбина, пошли, а то опоздаем. Ну я сразу брала портфель, выбегала. Вот. И был еще замечательный в Тбилиси ботанический сад. Со всеми замечательными растениями, деревьями и водопадами. Мы очень любили туда ходить. Там какое-то было другое измерение. Рядом была баня Верийская. Через мост переходили. Назывался Ишачий мост. Там не ходили машины, только ишаки ходили. И там была баня замечательная, роскошная, тоже серная, с отдельными номерами. И начинался ботанический сад. И стояла большая старая Тбилисская крепость. Если вы помните, да, еще у меня в детстве было большое увлечение театром. Театром и музыкой. Вот это интересно. Что и во время войны, и после мы ходили с подружками в ТЮЗ, театр юного зрителя Наплеханова. Там у нас были любимые спектакли. А какие спектакли? Разбойники Шиллера, Ромео и Джульетта. Там ставили великолепные и хорошие были артисты. Мы таскали букеты цветов. До сих пор, когда я беру сирень и нюхаю, я вдруг оказываюсь в трамвае Тбилисском и еду в ТЮЗ на спектакль. Покупали фотографии. У меня до сих пор альбом есть с этими фотографиями. Там был у нас любимый Урусов, такой красавец. Как я сейчас понимаю, он, может быть, не очень был хороший актер, но он был такой красивый. Мы ему все время букеты дарили. 11 раз я смотрела «Разбойников». Я наизусть знаю этот спектакль. Я вижу их как сейчас. И потом произошло так, что я любила и эту самую Анджа Поридзе, Верико, которая играла в театре Марджанишвили. Язык я плохо понимала, но играла она гениально. Она вот в этих фильмах Георгия Саакадзе, она гениальна. Её включили в десятку лучших актрис 20 века. Потрясающая была. И после этого Грибоедовский театр, где впервые в Советском Союзе поставили Булгакова. Дни Турбиных. Меня туда пригласил какой-то мой приятель. Я помню. Я пошла так и обалдела. Во-первых, там были великолепные актёры. Молодые, прекрасные. И они играли в русский театр. Это какие годы? Я в школе была. И уже в старших классах. После военной. Да, уже в старших классах. Я помню, это красное платье с блёстками у меня было. Я его надевала в это. Спектакль был обалденный. Я потом видела в Москве Дни Турбиных, но я помню их интонации. Вот эти булгаковские. Изумительно. И после этого я уже стала брать абонемент в консерваторию. Почему? Я ходила, слушала большие концерты, музыку. Почему меня тянуло? Я не знаю. И стала ходить в оперный театр Палиашвили. Даже, вот я почему вспомнила, Сурамская крепость, Сурами-Сцифи. Опера же есть. Тоже Палиашвили. Я просто обалдевала от всего этого. Однажды к нам на гастроли пришел Козловский. Я была очень в восторге. Евгения Онегина ставили. И я вот эти все театры были мои. Почему нас, школьниц, тянуло туда, я не знаю. Но тянуло. Мы никакие эти самые флирты, тусовки. Ничего это нам не надо было. Я ходила и все время мне в консерватории разъясняли музыку. Там был какой-то хороший лектор. Я помню, он Римского-Корсакова как-то очень хорошо разъяснял. И для меня на всю жизнь осталось это. А у вас были навязчивые мелодии? Они сейчас есть. Я просыпала. А, грузинские песни нас все время по радио крутили. Нет, у вас внутри какая-то мелодия играла постоянно навязчивая? Постоянно, да. Все время были. И грузинские, и русские. И у нас были уроки пения. И мы хорошо пели. На грузинском языке. Ну, не будешь я сейчас петь. А почему не спеешь? Пойте? Ну, хотя бы чуть-чуть. Один ковлетик. Нет, не смогу. Ошибусь будет. Ну, ошибитесь, ничего страшного. Не хорошо будет. Не обязательно. Грузины послушают, скажут. Ну, скажут, ошиблась и все. Спойте. Я вам все прощаю заранее. И они простят. Ну, надо же вспомнить. У нас очень красивые были народные песни. Их все время по радио крутили. И нас на уроках пения учили. И мы хорошо пели. У меня подружка была, Вера. Вера Сорокина. Она великолепно играла на скрипке. И я, Серенаду Шуберта, до сих пор в ее исполнении только. Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной. В рощу лёгкою с тобою ты приди, друг мой. В рощу так звучат уныло листья в поздний час. И никто, друг мой милый, не услышит нас. Нас не услышит нас. Она здорово была. Надеюсь, это вы вырежете. Хорошо я пою. Ага. Вот. И грузинские. Но сейчас вот я грузинского вспомнить не могу. Они были все сложные и очень красивые. И вот эта Вера, она до сих пор их поет. Кстати, она поет в церковном хоре. Я говорю, ты верующая? Нет. Она атеистка, но поет в церковном хоре. Никому не говорит. Я говорю, ты хоть когда поешь, ты же уже должна как-то в это верить. Нет, говорит, я верю в музыку. Вот такая вот у меня подружка. Приходит к нам в академию. Недавно мне какую-то книжку принесла. А я еще ее не забрала. Вот. Концерты у нас были в школе. И я всегда была очень активной участницей. И особенно любила слушать верную скрипку. Это было хорошо. Какие-то спектакли мы ставили. В общем, были какие-то очень творческие личности. Вот как я сейчас говорю, я осознаю, что нас тянуло в этот тюз. Вот я вам покажу альбом. Это же смех. То есть нет, это не смех. Это нам было неохота разводить флирт, там, это самое, тусоваться, то все. А вот мы бежали в театр. Я говорю, вот это меня поразило, что до сих пор запах сирени. Это очень интересная штука, запахи. Они сразу переводят. Вот стоит мне лицо уткнуть в сиренево этот, я сразу стою на площадке трамвая и едем на Плехановскую. А отец после войны кем работал? Он работал в Закавказском военном округе. Он так и был военным. И они... Я его называла шпионом, но он не был никакой шпионом. Они прессой занимались. Вот этой прессой восточной, этой иранской, персидской, турецкой. Он турецкий очень хорошо знал. В Турции он... Но никогда он просто мечтал в Грецию съездить. Я говорю, сейчас бы он был так счастлив. Знаю, что я там вообще как своя. Вот я вам подарю книжку. Вы увидите, как там потрясающе. Великолепная страна. Жаль, что я тогда первый раз, когда приехала, и была поражена меркантильностью. За это плати, за это плати. Сюда вошел, это мой дом. Отсюда ты хочешь рисовать, ну-ка заплати мне. Я приехала, и моей невестке говорю, какие античные были, какие прекрасные герои. А сейчас, говорю, что это такое? Она говорит, Альбина, а вы давно читали Одиссею и Илиаду? Я говорю, давно. Прочитала, они точно такие были. А потом я решила сделать органавтов. И достала первоисточник, хороший перевод. Я была в ужасе. Столько предательства. Столько обмана. И в конце концов, это Медея, которая прирезала детей из ревности к мужику. Не, я говорю, я это не буду рисовать. Но все-таки я их нарисовала. Хорошо получала. Ну, у меня мирная сцена. Они только приехали. Стоит Медея, стоит Ясон. Сидит этот царь Аэд. А мать кем работала после войны? Мать у меня замечательная женщина. Это деревянная рамка. Она металлизирована. Моя мать была инженер-металлург. И она работала на небольшом инструментальном заводе. Но, когда нужно было статую Шота Руставелли, на проспекте Руставелли, огромная эта статуя в конце проспекта стояла, она была бетонная. Ее хотели сделать под бронзу, под медь. Нашли мою маму. И она сделала это. У меня фотографии есть, как она металлизирует. Вот эту деревянную она заметаллизировала. Она столько всего испробовала с патиной совсем на свете. Она очень была такой въедливый экспериментатор и с хорошей головой. Я жалею до сих пор, что я выбросила тетради, которые она вела, когда делала это. Там были схемы, там были формулы, там было все. И она этим заметаллизировала. Она до сих пор стоит, как будто бы бронза. А на самом деле... Сколько лет уже стоит? Это я уже была в Брянске после института, когда она этим занималась. Значит, это было после 61-го года. Ну, 62-й, 63-й. То есть полвека стоит уже? Да. Ну, так ничего не делается. Вот у меня ничего же не делается. Это ж никто не скажет. Это ж металл. И такая зеленая патина. И вообще вот у меня только это и осталось. Вот. И мама работала на инструментальном заводе. Наряду с этим она участвовала в соревнованиях по плаванию. Была такая спортивная женщина и очень с решительным характером. Когда отец ей говорил, Валя, выключи голос Америки, соседи услышат. Она говорит, что не нравится. Они правду говорят. Нет, говорит, у нас просто были ошибки, но у нас хороший строй. Нет, говорит. И они начинали спорить. Она брала газету и говорила, вот посмотри, теленок родился, пять телеграмм Сталину. Ну, что это такое? Вот такая была у меня мамаша. Ну, а все же просьбу отца она исполняла. Валя, закрой окно, услышит, что ты слушаешь голос Америки. А я росла свободно. Никто меня ни к чему не принуждал и никто ничего не заставлял. Как-то я все сама решала. Поеду туда, поеду сюда, пойду туда, пойду сюда. Почему-то они верили, что я ничего плохого не сделаю. И я не делала. То есть ничего такого, чтобы было как-то безнравственно или вредно, или что-то. Ничего подобного. Потому что мне было очень интересно жить. и театры, и музыка, и вот этот быть, и подружки, и друзья. У меня было очень много друзей, и никогда никаких проблем не было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok